Война против Украины 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 есть этот самый запрос. Рано или поздно пуля дырочку найдет. Наверняка будут люди из второго эшелона, которые постараются что-то сделать. А с другой стороны народная история, не всякую самую, она, конечно, будет совершенно нелиберальной. Это будет происходить среди, так скажем, простых граждан, но она тоже будет нарастать. Я думаю, что мы будем получить дубинкой по голове и мерно сокая копытами удалиться вдаль. Это то, что можно достичь. Причем вдаль в СИЗО на 30 суток, а то и с уголовными делами, которые будут появляться. Смысл выходить, смысл для любого человека совершать политическое действие, когда простой человек присоединяется к какой-то силе. Не к слабости, а к силе. На данный момент просто на российском политическом рынке, если можно так цинично говорить. То есть, силы одна. Это Владимир Путин. Но именно, что происходящее в Украине, обязательно, неизбежно вызовет к появлению других именно политических сил. Я почему говорю про вооруженную историю? Потому что сила должна демонстрировать, что она сила. Что это не люди, которые призывают других людей идти на заклание. Вот просто они пойти и хотели нам и сесть. В Индии был такой пример у Ганди, когда был нехваток тюрем и очень большое количество людей и можно было призвать, а давайте забьем все тюрьмы собой. И они сдохнут, потому что им будет некуда сажать. Но вот в России эта история не пойдет, потому что нас слишком мало для этого просто как населения, а тюрем, соответственно, слишком много. Они рассчитаны на четверть населения. Поэтому эта тема не пройдет. Но как только будут появляться вооруженные граждане, которые реально будут показывать, что они готовы за свои взгляды умирать, почему в свое время стрелков Гиркин смог захватить город Славянск в Славянск с 50 человек. Да потому что они были единственные, кто был готов применять оружие, кто был готов сам проливать как чужую, так что очень важно свою кровь, которые были готовы идти до конца. Это вызвало консолидацию вокруг них определенной части тогдашней жителей Донбасса. Вот то же самое будет в России. То есть найдется какая-то вооруженная часть, которая появится откуда? Внутри России. Внутри России я думаю, что это будут люди таких, что называется, рабочих окраин. То есть это безусловно не либеральная история. Это будут люди, которые будут появляться либо на левом, либо на националистическом фланге, но люди, которые будут настроены идти до конца. К сожалению, вполне возможно, что это будут те же самые стрелковцы. То есть я этого совершенно не исключаю, именно потому, что они один раз уже доказывали, что они готовы стрелять и убивать. И Стрелков уже говорил о том, насколько он недоволен этой операцией, которую проводит Владимир Путин. Мы видели заявление там разных других людей, которые, в принципе, относятся к... субтитры создавал DimaTorzok